Приветствую вас. Давайте разберёмся с тем, что вы написали. Значит, кризис в семейной жизни, пишите вы, как вы это пишите, не совсем характеризует то, что происходит у вас, в вашей паре. То есть семейная жизнь – это когда два человека, вступив в отношения, любили друг друга или любят друг друга. И вот у них начинаются какие-то разные сложности, да, то есть какое-то недопонимание возникает между людьми и так далее. Вот это действительно можно назвать, можно считать кризисом в семейной жизни. То, что мы видим здесь у вас, вот исходя из того, что вы написали, это можно назвать не кризисом в семейной жизни, это можно назвать немножечко другим. проблемой. Но эта проблема была у вас, что, в общем-то, я полагаю, очевидно, да, изначально. Проблема сама по себе у вас такая была изначально, и тут не кризис в семейной жизни, тут скорее некая, возможно, зависимость вашей жены от человека, с которым она до сих пор взаимодействует. Невозможность ее, ее невозможность оставить этого мужчину в прошлом, например. Это, в принципе, вот куда более такой правдивый вариант, куда более правдивая картина. И, соответственно, с этими причинами, почему так произошло, почему это стало возможным, вот. Я и предлагаю вам разобраться. Значит, а вы пишите, вы пишите, что познакомились со своей женой, влюбились в нее, ну, вы познакомились со своей женой. Одиннадцать лет назад. Но она относилась к вам как к другу. И вот, четыре года назад, она разорвала отношения с бывшим, и, собственно, пришла к вам. У меня вопрос. Одиннадцать лет, четыре месяца, да? Нет, четыре года. А что вы делали? Все эти вот семь лет, что она, там, ну, я не знаю, думала, может быть, да, решала с кем ей быть. С вами, там, или, ну, или нет, или нет с вами. То есть, вот, а что вы-то делали? Это время все. Чем вы занимались? Как бы, делали ли вы что-то? Значит, как-то, вот, устраивали ли свою жизнь личную или нет? Если да, то как? Если нет, то почему нет? Что мешал вам? Это сделать. Это сделать. Это делать. Вот. Понимаете? Такая штука. Дальше. Идем. Значит. И через три месяца мы поженились. То есть, смотрите, она была в отношениях с кем-то. Да. И вы через три месяца, буквально, после того, как она рассталась со своим бывшим, вот, вы с ней вновь в отношения вступаете. Вот. Ну, опять же, вопрос. Для чего? Через три месяца вы уже женитесь. Почему такая спешка? Зачем так спешить? Это не просто, это не отношения, да, это не какие-то там, ну, знаете, когда люди встречаются, там, просто, да, проверяют друг друга, смотрят, ну, какой человек там и так далее. Вот. Нет. Вы, как бы, сразу, сразу, уже в отношения, сразу уже в отношения вступаете в официальный брак. Вот. То есть, понимаете, да, какой момент, а почему, почему такая спешка, для чего? Ну, и как ваша женщина вообще к этому относится, да, просто, для чего она хочет, хочет или хотела замуж, вот, зачем ей это нужно и так далее. Ну, и вы, собственно, тоже самое папа. Для чего вам это? Почему вы это делаете? Зачем? То есть, то, что любите, это понятно, но в данном случае вы явно не подростки и на одной любви вряд ли вы построите отношения, причем любовь только с вашей стороны. Вот. Отношения наши основаны на дружбе и поэтому мы практически ничего не скрываем друг от друга. Ну, хорошо. Вы молодцы. Молодцы, что ничего не скрываете друг от друга. Беда в том, что на протяжении четырех лет она постоянно сомневается о правильности своего выбора. Ну, то есть, человек в себе не уверен, да, человек постоянно мучается. Правильно ли я сделал, да, мучается человек постоянно. Вообще, я надо сказать, что для женщины, ну, именно вот для женщины, да, это нормально. Для женщины это нормально муки выбора. То есть, как бы она выбор сделала, она в нем сомневается постоянно. И вам нужно, в общем-то, по большому счету, постоянно стараться доказать ей, что, как бы, она сделала правильный выбор. Вот. Вот. Вам, как бы, постоянно нужно это доказывать. Вот. Другое дело, готовы ли вы к этому, да? Готовы ли вы доказывать ей? Готовы ли вы, ну, смотреть, чего человеку не хватает, да, что ей нужно, что для нее важно, что для нее ценно, вот. Готовы ли вы все эти процессы делать, то есть тут момент, тут вот такая тонкость, тут вот такой аспект есть. Дальше. Беда в том, так, говорит, что я иду лучшее, что может быть, но думает, если вернется к бывшему, то все может быть еще лучше, хотя он дает только пустые обещания. Ну, смотрите, поскольку чувств у ваших женщин к вам не было изначально, как я понял, то, соответственно, восприятие вас, как своего мужчины, у нее также нет изначально. И, в общем и целом, Атару колотывается только тем, что для нее лучше, что для нее, может быть, как-то более актуально, и так далее. То есть тут нужно понимать, что у человека нет к вам чувств. Никаких. Она понимает вас как друга. И все, в принципе. она ищет там, где лучше. Поэтому она как бы сомневается в своем выборе, потому что для нее не очень понятно, что она получит от отношений с вами. То есть да, объективно все хорошо, объективно вы лучше, что с ней может быть. Но ей-то хочется чего. У нее-то отношения с бывшим не завершились. Ее-то бывший постоянно задевает. Ее-то бывший постоянно колыхает. Ее душевное состояние, ее сердце, души и так далее. Вот. Несмотря на пустые обещания. Вот. То есть ее, вашу женщину, это волнует очень-очень мало. Вот. Говорит, что дело только в ней. Да, правильно. Дело только в ней. Я все правильно делаю. И что она всегда и во всем сомневается. Ну, это проявление неуверенности человека. То есть проявление такой вот ненадежности своих суждений. Это личная, конечно, ее проблема. И почему она сомневается? Да, почему она сомневается? Потому что, во-первых, у нее нет четкой позиции по своим, ну, по вопросам, которые для нее важны. Это, во-первых, нет четкой позиции. А во-вторых, это то, что человек не привык себе доверять. Значит, ну, мне так надоели эти качели, то у нас все хорошо. И она любит, то все плохо, и она начинает сомневаться. А то ли это. Вы знаете, момент здесь такой, что если у нее перепады настроения, да, то, может быть, все дело здесь и не в психологической какой-то проблеме, а, может быть, тут более такая психиатрическая картина, может быть, если у человека перепады настроения, да, то все хорошо, то все плохо, и это, в общем-то, может быть следствием различных психических заболеваний. Поэтому, помимо психотерапии, я бы рекомендовал именно ей, ну, то есть вам, порекомендовать ей ходить к врачу и проверить свое здоровье. Вот. Улучшения практически нет. Так, значит, она два года ходит на психотерапию, улучшения практически нет. Ну, а она работает? То есть с ее стороны есть желание работать? А вот. С ее стороны есть, значит, потребность. С ее стороны есть какая-то потребность, например, скажем так, менять что-то в своей жизни, да. С ее стороны есть какая-то мотивация к тому, чтобы делать что-то для себя. Вот. То есть вот на эти темы нужно подумать. На эти темы нужно, как бы, ну, эти темы нужно разобрать. Да? Вот. Дальше. Я не знаю, что мне делать. Постоянные долгие разговоры ни к чему не приводят. И я не знаю, что делать дальше. Уходить не хочу, очень сильно люблю ее, но ожидания угнетают. Ну, смотрите. Я думаю, что здесь нужно понять, чего хотите вы и как вы сами воспринимаете. Вот. То, что происходит. А, то есть как вы вот сами видите эту, видите свою женщину. Вот так. Можно сказать, да. Зачем она вам? Какую роль она играет в вашей жизни, в вашей позиции и так далее. То есть вот здесь нужно именно для себя понять, в первую очередь, чего хотите вы. сами. Вот. Понимаете? Какая штука. Что нужно вам? Если вы хотите, чтобы она была счастлива, если вот вы ее, ну, любите, да, если... если вы действительно ее любите, то вы, наверное, вам, наверное, ну, ваше желание, оно какое? Какое? А, ваше желание, оно такое, что... чтобы она была счастлива. Но она с вами не счастлива. У нее перепады настроения. И поэтому... как бы вам нужно ее оставить, чтобы она в себе разобралась. Вот. И когда она в себе разберется, когда она, ну, как бы, решит для себя какие-то вещи... она выберет либо к вам, значит, вернуться. Вот. Либо к своему бывшему. Вот и все. Если вы не можете, если вы не можете, если вы не можете ее... то, соответственно, ну, не оставить. Но если вы не можете ее оставить, то получается, что... имеет место быть именно ваша... заинтересованность в ней. Личная. Вот. И как бы... все. И тогда эту самую личную заинтересованность вам необходимо самому, значит, прорабатывать. самостоятельно. Вне зависимости от того, как, куда и к чему... приводят или приведут ваши отношения с ней уже. Вот. И все. Понимаете? Какая штука? Какая штука? Ваша женщина, она не свободна, она зависима. И именно из-за этого возникает такая вот проблема. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok